Всем привет, друзья! С вами Нильф Горн и это игра Фактория. Продолжаем играть и я постарался заранее подготовиться и набрать снайперские вышки, как видите, стены, ну и тому подобное. Так, вот здесь вот, наверное, вот так вот правильно сделать стены. Давайте вот так же сделаем. И, ну, в принципе, готово. 21 мелкокалиберная турель. Если что, я еще, наверное, съезжу, возьму. Ну и, кстати, давайте, да, есть патроны. Давайте угля, наверное, вот так вот скинем, потому что, ох, господи, тут модернизация идет, постоянно что-то модернизируется, постоянно что-то требует моего внимания. Само, само же не может, ну ладно. Давайте. Так, окей. Погнали, в принципе. Ах, да, наверное, надо напомнить, чем я буду заниматься сегодня. Напоминаю, что заниматься я сегодня буду тем, что буду отвоевывать вот это место, вот это место, наверное, буду уничтожать. То есть мне нужна нефть вот здесь вот, вот здесь нефть и вот здесь вот. Здесь очень просто, здесь, в принципе, тоже. То есть там ничего такого сверхъестественного не нужно будет делать, всего лишь просто уничтожить пару гнезд и все. То есть там базы не очень большие. Они уже мной избиты несколько раз. Но вот все остальное там уже придется повозиться. Там наверху. Ну ты прям вообще вовремя мне тут влезаешь. Турели три. Нормально, нормально. Так, окей. Окей. Довольно-таки быстро получилось. И в принципе, ну я даже наверное не буду здесь ничего делать пока что. Потому что здесь, ну как бы уже отдельно нужно заниматься этим. Имеется ввиду ставить заборы, ставить турели. Сейчас нету смысла, потому что не ведется там никаких... Во-во-во-во-во-во! Ну здесь вот придется, конечно... Ух ты ж, смотри, что творят, а! Не справляется пулемет, конечно. На все сто процентов. Так, давайте вот так вот как-нибудь, нет? Вот так вот. Здесь сразу же. Все. Ну вот так вот он теперь справляться будет. Так, здесь вот эти вышки, да, страшные. Хотя здесь нет... Стоп! Ребят, здесь нету ничего страшного. Здесь нету тысячных вышек, которые самые страшные. То есть нету таких безумно крутых. Так, и еще вот эту вышечку давайте одну поставим. Все, в принципе. То есть, ну как видите, все очень просто. Да, их можно подчинить. Можно даже, кстати, еще по-хорошему-то вот так вот сделать. И вот так вот. И здесь вот так вот сделать. Еще вот добавить, то есть, патронов. И теперь снайперские вышки как раз-таки работают на всю катушку. Да ты издеваешься, что ли? Ну, давайте вот что тут можно еще. М-м-м, смотрите. А гран-калмазов можно. Вот это можно. Вот так вот давайте все-таки. Не успевает. Так, ну, вот единственное, что здесь больше всего бесит, это освещение, ребят. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот смотрите, сплэшем бьет. Видите, сплэшем бьет. Там все-таки нашлась вышка, которая довольно-таки мощная. По-моему, он все уже разобрал там. Или нет еще. Как-нибудь так давайте здесь тоже поставим одну. Эх! Изучение. Так, дальше. Ну, давайте. Ладно, пускай все подряд идет. Так, что у нас здесь? База почти уничтожена. Давайте куда-нибудь вот сюда вот. Ну, все. Вот теперь пускай отрабатывает эти вышки. Ну, базу, как видите, легко довольно-таки снесли. То есть проблем, в принципе, никаких больно-то не оказалось. Я прям уже боялся, что здесь будет довольно-таки сложно. Но оказалось намного легче все. Так, ну и, в принципе, все место вот это вот отвоевано. Вот здесь вот только немножечко нужно снести. Но я сейчас снесу там на джипе, да? То есть просто прокачусь. Давайте его починим полностью и... Да, что ты будешь делать? Так, ух ты, автоматизация пошла следующая. А, здесь... Оу, нагревательные котлы. Ладно, окей. Там я сейчас такое изучил, что... На очень... Спасите меня, мои вышки, пожалуйста. Как видите, проблем с этим нет, да? То есть... Там еще выше согрелась такая более мощная, так скажем. Воу, 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 воу! Приходится как-то ездить и атаковать очень аккуратно. Наконец-то. Это главное здание, оно довольно-таки долго уничтожается. Так. Ну. В принципе, на данный момент, конечно, все. То есть... Я даже не очень хочу эти яйца собирать. Давайте вот разноцветные соберем. Вот эти вот всяческие, да? То есть... Их, наверное, нужно все-таки побольше будет разноцветных. Так. Давайте зачиним здесь, здесь. И начнем, наверное, с самого дальнего. А дальний у нас это, получается, вот этот вот. Вот этот источник нефти, он самый дальний получается. Смотрите, золото, да, золотая руда. И здесь уже придется так постараться. Давайте как-нибудь... Ну, как-нибудь вот так вот, наверное, да? То есть... Не забывайте, что эти все базы, они... Это, конечно, хорошо, но... Защищать их, конечно, будет тяжеловато, ребят. Так. Ну, давайте, давайте так вот как-нибудь. Пускай все подряд изучается. Сейчас очень сложно будет понять, разобраться, уследить, что конкретно там... Производится и тому подобное. В принципе, поезд может прямо сюда заходить. И где-то здесь, ну, наверное, как-то... Работать. Не забывайте, что еще, если я не ошибаюсь, то нефтяным вышкам нужны будут... Электричество, да. То есть здесь как-то нужно будет либо проводить сюда электричество, либо здесь делать... Где-то здесь делать отдельно производство электричества. Ну, то есть, понимаете, довольно-таки серьезно придется поработать. Так. Я думаю, наверное, все-таки по-хорошему надо по две вышки ставить. Притом, понимаете, что я ставлю? Я ставлю самые дорогущие вышки. Так. Что у нас здесь еще? Ну, давайте вот это. Динамит. Так. С патронами, конечно... Ой, багажник-то можно было сложить. Точно. Набрать можно было сколько угодно. Поехали. Дальше будем сейчас где-нибудь... О-па-па-па-па-па-па-па. Лес. Опасно. Нету нормальной дороги. Я смотрю. То есть, вот так вот, не вылезая из машины, я как бы добыл все это. То есть, я смотрю, что мне придется здесь как-то это все добывать. Для этого нужен огнемет, ребят. Вот сейчас бы мне не помешал огнемет, но для него нужны легкая нефть и тяжелая нефть. То есть, как раз-таки нефть добывать для того, чтобы делать огнеметы. Здесь же я уже не вижу, где и как мне лучше добывать. Тогда мы, знаете, сейчас вот так вот. Воу-воу-воу, я еще знаю, как круче сделать. Я забыл, что у меня же есть гранаты. Ну, вот они довольно-таки неплохо еще расчищают. Кстати, мощность гранат, по-моему, поднялась. Так, и вот здесь вот уже как-то по-другому совершенно все выглядит. Лазерные технологии. Ну, давайте, давайте. Почему нет? Как-то вот так вот баску нужно будет построить, да. Здесь тоже, наверное, поставим вышечки. Потому что я в данный момент, не знаю, ну, куда мне, ну, куда нападут. Куда конкретно нападут, куда конкретно будет сделан удар моих врагов. А удар он рано или поздно будет сделан. Потому что все поселения, которые, допустим, сагрятся от загрязнения вот отсюда, они побегут вот так вот, понимаете. И вот эти аванпосты, они примут как раз-таки первый удар врагов. Это как раз-таки не очень приятно. Вот это поселение нужно будет уничтожить. По-хорошему. Так, ну, давайте где-нибудь еще здесь. Или здесь. Давайте вот здесь вот, наверное, поставим все-таки. И вот здесь вот. Нет. Вот здесь давайте все-таки. Единственное, что я боюсь, это... Что мне сейчас патронов просто не хватит? Это факт того, что не хватит патронов. Мало с собой взял. Зато взял очень много. Ну, вот так вот как-то. В чем прикол? Еще небольшой прикол есть. В том, что если я сейчас начну здесь производство электричества, отсюда вот тоже начнет расходиться загрязнение. Это не очень приятно, потому что сюда тогда тоже начнут нападать. Хотелось бы как-то, ну, подольше, ну, как бы это сказать, подольше выживать без нападений. Хотя бы выработать довольно-таки приличное количество нефти. И вот тут уже такой момент, что, скорее всего, я буду вести провода, а для этого нужны еще дополнительные мощности. Ну, то есть, для введения проводов нужны дополнительные мощности. Я, конечно, в предыдущей, по-моему, серии сделал довольно-таки серьезный апгрейд своей электрической сети, но все равно, похоже, придется, как бы, добавлять давайте забираем все. И вот тут вот такой вот тоже дилемма. Смотрите, у меня есть обычные... Я думаю, просто тороплюсь. Есть обычные нефтиные вышки, есть МК-2. Все их отличие в том, что скорость добычи обычных МК-2 вышек, они скорость 2, а обычных 1. и при этом при всем еще и напряжение практически на 100, ну, то есть, на 80 получается где-то так. На 90 даже, нет. На 80 увеличивается добыча, потребление энергии. И это как-то, ребят, ну, вот, ну, не то, ребятки. Чуть-чуть не то. Кстати, как красная доска делается? Где-то она здесь должна быть. Вот она. Тяжелая нефть. Но как-то я могу уже сделать. Смотрите. Хм. Ладно. Видите, красные доски. 5 штук требуется. Это вот как-то странно. Где, откуда у... Откуда у меня сырая нефть, не знаю, но ладно. Не будем задумываться. Значит, где-то есть она у меня. Медленный аккумулятор. Объем электроэнергии 10, 4. Здесь 10. Посмотрите. Акку... Лазерные турели. Двигатели. Вот сейчас мне лазерные туннели, турели и двигатели совершенно не нужны. Серьезно. Так. И... Что я смотрел? Вот здесь вот, да. То есть, смотрите, 10MG максимальный вход и максимальный выход 600 киловатт. При этом, при всем... Максимальная мощность. Все нормально. Ого. Здесь максимальный вход 240, но... Здесь такая вот... Ну вот, самые лучшие, по-моему. Вот это вот тоже нафиг не нужно. Медленный аккумулятор. Как-то максимальный выход 30 киловатт. Не знаю, зачем. Вот. Самый лучший, по-моему. И заряжается быстро, и выдает быстро. Да, они будут дорогие, но... Это стоит, по-моему, того. Аккумулятор у нас уже довольно-таки серьезно стоит. То есть, чтобы производить их, надо будет уже постараться. При этом, при всем, у меня, смотрите, еще нагревательный котел МК-3 появился. Это необычно. Слитый к латуне. Кобальтовая... Кобальтовая стальная плита. Вау. Здесь какие-то непонятные приборы. Здесь какие-то механизмы. О, боже мой. Очень много нового появилось. И это довольно-таки... Знаете ли, необычно. Ладно. В данный момент, в принципе, надо в первую очередь подумать, где у меня будет нефтепереработка вся находиться. Я думаю, она где-то вот здесь вот будет находиться. То есть, прям хорошее место. Мне нравится. Алмазные инструменты. Жесть. Так. Во. Давайте. Электрическая печь уже можно производить. То есть, ну вот, посмотрите. В общем, долго бежать. Вот здесь вот у меня будет, наверное, находиться... Ну вот так. Довольно-таки большое там пространство. Огромнейшее пространство. То есть, в принципе, здесь можно будет что-то прям конкретно хорошо придумать. При этом, что поезда будут вот сюда вот приезжать. То есть... И да, кстати. Кстати, про поезда. Я за кадром понял, как все делать. Как всегда я, когда делал вот эту дорогу, неправильно все сделал, неправильно все понял и тому подобное. И вот это очень нехорошо, потому что мне сейчас там каким-то невероятнейшим образом проникли ко мне враги. И я не знаю, как они это сделали. Уже что-то сломали. И ломают генераторы, ребятки, да? То есть, они как-то пробежали. Здесь, похоже, пробежали. Окей. Как-то заторможенно работает тревога. То есть, у меня уже... Нет, это снайперские, да? Да, это не те вышки я поставил. Так, здесь конвейеры восстанавливаем. Не проблема. Здесь... Почти уничтожили. Так. Ну, в принципе, нормально. Электричество мое. Нельзя его отдавать врагу. Так, дальше. Привоз и увоз нефти тоже надо обдумать. Давайте подумаем. Я помню, что там как-то довольно-таки проблематично это все было. То есть, наполнение бочек сырой нефтью. Для этого делаются в каких-то двигателях. Двигатели эти делаются вот здесь вот где-то. Вот они. Назов для выброса в атмосферу. Нет, это не нужно. Давайте просто попробуем. Посмотрим, как это выглядит. Интересно. То есть, еще раз. Вот здесь вот делается в одном, двум или трем или четырем жидкостных насосах. Так. Где он? Вот он. Вот он выглядит. То есть, здесь подается... Допустим, нефть. Здесь. Сюда нефть, сюда бочки. Так. А, ну то есть, мы просто закладываем сюда же бочки. И смотрите. То есть, все. Ну, все понятно. То есть, ничего сложного нет. Для этого тоже нужно будет электричество. С электричеством подумаем. Так, загружать. Понятно, как разгружать. Скорее всего, таким же подобным образом где-то здесь будет. Вот, вот, вот. Опустошение бочек. Это то же самое. Воу. То есть, они в кого-то сейчас разрядили, да? То есть, все-таки пушки свои. Прикольно. Лазерные турели. Давайте еще подумаем, что тут можно... Для сплавов электропич какая-то. Ух ты, бетон с разметкой опасности. Ну, такое, да? То есть, ух ты. Подвижной состав 2. То есть, локомотив МК-2. Ну, ладно, пускай бетон будет. Притом, он последний как бы апгрейдится. Так что, в принципе, неплохо. Дальше. То есть, это все насосы. Это не проблема сделать. Насосы не проблема сделать. Дальше. Железные дороги. Здесь вот уже такой момент. Смотрите. Железные дороги. Так как у меня, как бы, три части, да? То есть, тут либо... Либо куда-то они вот так вот по трубам будут приходить. И где-то вот здесь вот, к примеру, будет стоять база, в которой будет все это заполняться в бочке и отправляться вниз. То есть, поезд приезжать будет здесь, к примеру, загружаться и уезжать вниз. Вот так вот, я думаю. Потому что, ну, сделать три ветки, это слишком много, мне кажется. Так, дальше. Зачем вот это вот? Клонное железо какое-то. Наверное, нужно. Скорее всего, наверное, надо будет. Так. Загрузку, разгрузку. Мы поняли, как делается. Что еще нам нужно понять? Как поезд приезжать будет, я уже представляю. То есть, мы будем разгружать бочки. И посмотрите, здесь вот я заметил. Здесь бочка нефти получается. То есть, она как? Я ее смогу использовать-то потом. То есть, я же смогу в нее... А, ну да, вот видите, то есть, бочка как бы окрасилась. Она теперь только бочка с нефтью. То есть, мне надо будет как-то разгружать, обратно загружать. То есть, это отдельное производство бочек нужно будет делать. Бочки у нас производятся... Где, 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 где? Вот, бочки производятся. В принципе, не сложно. Сталь всего лишь... Ну, ребятки, конечно, понятно. Понятно. И уже... Кстати, смотрите. Провода МК. Слиток латуни нужны какие-то. Латунь, латунь нужно производить. Хм. Хм. Максимальная прочность увеличивается. И дальность провода на... Ха, латуни, ребятки. Латунь желтого цвета. Она выглядит, может быть, у меня где-нибудь здесь есть латунь. Вот, скорее всего, латунь. Вот латунь, наверное. И напоследок, наверное, вот там вот базу сейчас внизу очистим. Точнее, не внизу, а слева, получается, да, по карте. Вот с этого. И заодно съездим, посмотрим, вот там латунь. Латунь ли это? Или не латунь? Желтого цвета. Да. Ну так, знаете, то есть они... Конечно, не скажу, что меня убивает прям, но повозиться приходится, конечно. Ну, нормально. Давайте сразу починимся. Блин, джип прикольный, конечно. Я бы его и загрузил нормально предметами. То есть он бы был... Знаете, нету какого-то грузовика какого-нибудь или броневичка. То есть с маленьким... Это боксит, ребят. Никель. Боксит, никель. Нет, нету. Это латунь, значит, у нас как-то по-другому выглядит. Хм. Воу-воу-воу-воу-воу. Тут... Воу-воу-воу-воу-воу. Серебряная руда. Сейчас уйдем от этой орды. А то они меня же задолбают теперь. Так, давайте уничтожим ее. Ну, давайте уже. А, еще бегут, блин. Так, окей. Здесь я смогу проехать? Ну, в принципе, смогу, только надо аккуратнее немножечко. Так. Олово. И... Ну, здесь уголь. Кварц. Уголь. Латунь, латунь. Так, желтый, это значит не то. Ммм. Вот это вот, что у нас. Давайте съездим, поищем латунь. И я не удивлюсь, что сейчас она и не называется прямо латунь. То есть она называется как-нибудь, скорее всего, по-другому. А мне просто нужно ее копнуть, и тогда я пойму. Камень. Это у нас камень. Это олово. Ну, олово я уже добывал. Олово у меня и добывается. Уголь. Рутил. Это бокситы я, кстати, их добывал тоже уже. Тут бокситы, видите. Рутил, смотрим, что такое. Рутил, это рутил. Ну, то есть, ну, в принципе, написано и логично. Вольфрам. Давайте копнем. Может, он совершенно по-другому называется. Вольфрам, это Вольфрам. То есть тоже все понятно. Да, что ты будешь с тобой делать-то, а? Ты прям не хочешь мне нормально что-то поделать. Вот давай вот другие поезда исследуй. Тут я смотрю, уже такое то ли нападение было, то ли я что-то пропустил. Так, вот. Кварц. Ну, кварц это кварц. Кварц, кварц. Все. Понятно. Цинк. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, ребятки. Вот это вот вообще сейчас с вашей стороны было не очень хорошо, потому что... А, он может стрелять и чинить одновременно, да? Такое просто... Просто красавчик. Ну, ребят, с их стороны на самом деле это некрасиво. Я такой, типа, приехал. Типа такой... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Типа такой посмотреть. А они на меня напали. Ну, в общем... Латунь. Ну, давай уже заканчивай, чувак. Ускоряем процесс убийства всех этих поганых дурацких вышек. Все, уничтожайте нафиг. Все вообще, почистую там... Так, вот теперь все. Цинк, цинк. Я думаю, цинк и добудется. Цинковая руда. О, боже. Так, я, кстати, единственное, что не посмотрел, это... Это... Слиток латуни. Латунь-то у нас и делается. Собственно, это не руда, которая добывается. Это латунь, которая смешивается из-за цинка и медной руды. И как раз вот цинковая руда. Вот это вот. И именно вот здесь это как раз-таки мне и пригодится. Шикарно, ребятки. Шикарно. Ну, это еще один вариант для еще одного аванпоста. Ставьте лайки, если вам понравилось и вы хотите видеть продолжение. Потому что продолжение обязательно будет. Всем всего. До встречи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok.